Всем рада вас видеть опять. Вновь прибывших приветствую. Поставьте, пожалуйста, плюсики, если вам хорошо меня видно и слышно. Спасибо большое. Также мы пополнили наши тематические коллекции книг. Они неизменно пользуются успехом. Это книги из фонда Золотой научной классики, это серия мемуары замечательных людей и коллекция книг под обобщающим названием «Коллаборационисты между Ссылой и Харидой». Вот такие нас ждут книжечки, вас ждут книжечки апрельские, те, которые мы подготовили. И начну, пожалуй, с представления учебной и научной литературы книги по экономическим дисциплинам. Экономический анализ деятельности организации. Это учебник. В нем даны теоретические основы и прикладные вопросы экономического анализа. Контрольные вопросы, упражнения, кейсы и базы тестовых заданий для сдачи экзамена, зачета по экономическим дисциплинам помогут во владении материалом. Издание адресовано студентам экономических направлений и специальностей, а также магистрантам и аспирантам. Следующее издание тоже по экономике. Экономика организации. Учебник для СПО. Авторы этого учебника обобщили и систематизировали теоретический материал и практический материал по экономике, применительно к условиям деятельности российских коммерческих организаций. В этом учебнике отражены контрольные вопросы, практикумы, модули, упражнения, кейсы, базы тестовых заданий для сдачи экзамена и зачета по экономическим дисциплинам. Есть определенные критерии, по которым создаются учебники, и мы это все учитываем. Поэтому набор средств для контроля и подачи теоретического материала, он одинаковый, стабильный и отвечает всем требованиям учебников. Этот учебник ориентирован на обучающихся среднепрофессиональных образовательных учреждений экономических специальностей, но он может быть использован и в подготовке бакалавров и специалистов бухгалтерских и финансовых служб предприятий. Следующее издание – это «Международные акты и российское законодательство в сфере противодействия коррупции». Это учебное пособие относится к направлениям юриспруденция права госимонуправления. Это издание особенно актуально в наши дни, так как в противодействии должностным преступлениям и иным общественно опасным деяниям коррупционного характера оно является важной и сложной проблемой, стоящей перед государством. В это пособие вошли основополагающие международные и российские документы, регулирующие вопросы противодействия коррупции. Адресовано это пособие преподавателям и обучающимся по направлениям юриспруденция, государственное и муниципальное управление, экономикам. Особенность этого издания в том, что оно может быть использовано для проведения курсов повышения квалификации по противодействию коррупции для госслужащих и работников организации. Продолжаем тему юриспруденции и права. Учебное пособие для бакалавриата – криминология. На теоретической основе и материалах правоприменительной практики авторам рассмотрена проблема предупреждения отдельных видов преступности. В этом пособии представлены теоретические концепции предмета криминологии, разработанные рядом ведущих криминологов России. Адресовано это пособие студентам и преподавателям юридических вузов и факультетов, а также практическим работникам правоохранительных органов. Для среднего профессионального образования мы также подготовили учебное пособие «Криминология и предупреждение преступлений». В это пособие вошел учебный материал по основным темам курса «Криминология и предупреждение преступлений». Он дополнен контрольными вопросами и заданиями после каждой темы. Это издание адресовано студентам средних профессиональных образовательных учреждений, слушателям, преподавателям юридических факультетов, а также практическим работникам правоохранительных органов. С удовольствием представляю вам по юриспруденции по праву учебник «Уголовно-процессуальное право. Уголовный процесс». Этот учебник посвящен современной системе российского уголовного процессуального права. В позиции действующего Уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации раскрываются все аспекты системы. Этот учебник объединяет в себе два начала – высокую научность и практическую направленность. Это очень важно для такого уровня учебных материалов. Нельзя не отметить, что настоящий учебник переживает уже третье издание. Это говорит о его востребованности среди практических работников, студий, прокуроров, следователей, дознавателей, адвокатов, преподавателей, а также докторантов, аспирантов и студентов, тех, кто только постигает азы профессии. Это третье издание, и напоминаю, что… надеюсь, что оно не последнее. Следующее направление – это менеджмент. Выпущенный нашим издательством учебник для бакалавриата «Риск-менеджмент в управлении организациями». Эпиграфом к этому учебнику выбрана поговорка «Не рискуя, ничего не достигнешь». Это не безосновательно. Данное издание рассказывает о риск-менеджменте. Понятие, прочно вошедшем в отечественную науку и практику управления организациями. Материал данного учебника будет полезен не только студентам, обучающимся по направлению подготовки менеджмента, экономика, но и специалистам, деятельность которых связана с необходимостью обеспечения результативности деятельности организации. Плавно переходим к следующему направлению. В этом учебном пособии изложена система социального партнерства, включающая в себя цель, задачи, принципы, стороны, уровни, формы и механизм функционирования. Особенность способия в том, что социальное партнерство рассмотрено через призму реализации активной политики занятости, регулирования рынка труда, развития качества рабочей силы, взаимодействия учреждений профессионального образования с субъектами рынка труда. Адресована она студентам, обучающимся по программам бакалавриата и студентам учреждений среднего профессионального образования. В апреле мы выпустили и книги физико-математических и технических дисциплины специальности. Представляю вам курс физики. Это базовый курс лекций. В это издание, адресованное студентами технических вузов, вошел отредактированный конструктор лекций по курсу общей физики. Особенность книги в том, что авторами использовался исторический подход. То есть материал излагался в той же последовательности, в которой выполнялись основные физические опыты, открытия и делались их толкования. Это позволяет достаточно убедительно выстраивать цепочку событий в процессе познания. Следующая книга из обуви и естества знания «Гуманитарная картина мира. История и современность. Учебное пособие». Российский философ Вардан Григорьевич Тарасян отмечает в своем учебном пособии, что нынешняя кризисная ситуация в мире является буквально судьбоносной для человечества. Учитывая то, что автор написал книгу в течение предыдущего времени, предыдущих месяцев, мне кажется, он даже не представлял, насколько прав. Тем не менее, он надеется, что с этой книгой, в которой исследуется гуманитарная картина мира и изучается ее становление и изменение в ходе социокультурной истории, он вносит свой вклад в будущее. Издание это адресовано студентам-гуманитариям. По экологии выпущена книга «Монография. Экологические основы опыления некоторых полевых и плодовых культур пчелинами в северо-западном предкавказе». В целом радует то, что стираются вот эти границы Крым, Кавказ и все книги, которые затрагивают хоть какую-то область интересов, они уже не делятся по территориальным признакам, но воспринимаются в своей сути. Допустим, вот эта книга, она отвечает экологии, практически независимо от территориального признака. И в наши дни, когда проблемы экологии выходят на первый план, данная монография становится особо актуальной. В ней наибольшее внимание уделено анализу видового состава экологии пчелинах, являющихся опылителями полевых и плодовых культурных, более важных для конкретного региона Западного предкавказья. Книга эта адресована биологам, экологам, агрономам, а также студентам, аспирантам и учителям биологии и экологии. По зоологии мы представляем курс лекций по основным разделам этой дисциплины, а также учебно-методические пособия по ней, в которые вошли курсовые работы по зоологии, указания к организации и проведению учебной практики по зоологии, методические указания к выполнению лабораторных состоятельных работ, глоссарий и экзаменационные вопросы. Эти книги помогут студентам, обучающимся по направлению биология, получить основу фундаментальных знаний в области зоологической науки. Следующие книги профильного характера, узкие, но наше издательство не боится таких решений, потому что они тоже нужны. Мы представляем вашему вниманию два учебных пособия. Эти книги окажут информационную и методическую помощь при разработке планов организации рабочих мест по стадиям технологических процессов механической деревообработки. Первое пособие адресовано учащимся, получающим среднее профессиональное образование. Образование по специальностям, связанным с технологией лесозаготовок и деревообработки. Следующее пособие, второе, оно адресовано бакалаврам, обучающимся по направлению подготовки технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. Отметим, что оба эти пособия будут полезны при организации предприятий малого бизнеса, а также работникам, осуществляющим реставрационные архитектурные работы изделий различных стилей. Ежемесячно мы пополняем фулл книг по иностранным языкам. В апреле нами было издано учебное пособие «Времена года и погода». Это пособие для студентов, изучающих английский язык. В нем на английском языке дана подборка материалов и комплекс лексических упражнений по теме «Времена года и погода». Издание это призвано помочь студентам, изучающим английский язык, разбить навыки иноязычного общения. Также по английскому языку мы выпустили пособие, адресованное студентам, изучающим историю и культуру Москвы. Это пособие поможет совершенствовать навыки коммуникативного общения. Компактность и страновическая культурологическая ориентированность этих текстов помогают обучаемым усвоить лексику, грамматику и составить собственные учебные маршруты по Москве. Следующее учебное пособие – художественные переводы поэтов Серебряного века как форма литературного и кросс-культурного диалога. Автором этого пособия определены наиболее значимые образно-символические особенности переводов англоязычной поэзии, выполненные поэтами Серебряного века. В диалогическом контексте эстетики, поэтики и религиозно-философских концепций символизма и атминизма, а также в кросс-культурном диалоге с мировой культурой. Этим зданием предназначены студентам и аспирантам гуманитарных вузов, изучающих английский язык, русскую литературу и мировую культуру. Также будет полезно преподавателям-лингвистам, культурологам, профессиональным переводчикам и всем, кто интересуется проблемами литературного и межкультурного диалога. Следующая книга – это продолжение нашей серии сборников, посвященных творчеству талантливого шестидесятника Михаила Анчарова. Это издание продолжает серию книг, посвященных жизни и творчеству известного писателя, поэта, барда, художника, сценариста. Особенность этого выпуска шестого по счету в том, что в него вошли тексты не только о самом Анчарове, но и о популяризаторах его творчества. Представляю вам следующее издание «Основы словесного действия. Рекомендации по организации занятий сценической речью». В это издание вошел теоретический материал, включающий в себя конспекты лекций, основных вопросов учебной дисциплины «Коническая речь», развивающих необходимые навыки основ словесного действия. Это пособие предназначено для студентов, обучающихся в колледжах культуры. Переходим к пулу книг по педагогике. Этот пул у нас очень большой, но мы не перестаем его пополнять. Первая книга, которая бы хотелось открыть, этот пул апрельский, это «Социальная педагогика». Учебник продолжает серию книг, посвященных раскрытию содержания социальной педагогики. Посвящен он педагогике становления и развития личности. Адресован этот учебник студентам педагогических вузов и слушателям системы дополнительного социально-педагогического образования. Также в рамках педагогики мы представляем учебные пособия доктора педагогических наук Татьяны Ивановны Златовой. В этих книгах автор рассуждает об освоении основ педагогической профессии в контексте педагогики духовности. По мнению автора, это поможет обучающимся не останавливаться в собственном развитии и заниматься постоянным профессиональным и духовным совершенствованием. В изданиях описаны традиционные методические системы и инновационные подходы к организации процесса обучения школьников. Книги эти адресованы студентам, получающим педагогическое образование и всем заинтересованным в эффективном обучении детей и воспитании их духовно-нравственной культуры. Серию книг Татьяны Ивановны Златовой завершает пособие, в котором особое внимание уделено особенностям кризисного состояния возрастления детей, которое может трансформироваться в различные формы дизиантного поведения. Отметим, что во всех пособиях авторам рекомендовано электронное обучение, которое обеспечивается по мере необходимости и с помощью профессионально-педагогического сопровождения и электронного тьютерства со стороны преподавателей. За последний месяц эта технология, наверное, стала домашней у многих родителей, так что я рекомендую начинать изучать литературу по педагогике всем, кто за последнюю неделю помогал своим детям на дистанционном обучении. Конечно, на мой взгляд, справедливо было бы включать это время как педагогический стаж в общей трудовой. Такая небольшая ироничная пауза. Переходим к следующей книге, довольно сложной и редкой темы «Профессиональный дизайн взаимоотношений как основы реабилитации лиц с интеллектуальными и тяжелыми множественными нарушениями». Это сборник научно-методических работ. Отметим, что в настоящее время недостаточно исследований и зафиксированного практического опыта организации системы постшкольного обучения и связанного с ним дальнейшего трудоустройства молодых людей с психофизическими и, в особенности, тяжелыми множественными нарушениями развития. Сборник, который представляет наше издательство, он призван помочь в решении данной проблемы, в освещении данной проблемы. И он будет интересен учителям, студентам и аспирантам, вузам, руководителям организаций. На этом об учебных изданиях за апрель стена впереди нас ждут научные, научно-популярные и редкие исследовательские работы. Так что не переключайтесь и начну я с интереснейшего пособия библиографического «Русское зарубежье». Это материалы к библиографическому указателю. В данном издании представлена систематизированная информация о публикациях, вышедших с 1985 по 2018 год, в основном русскоязычных, характеризующих различные стороны процесса формирования численности жизни «Русского зарубежья». Книга эта рассчитана, конечно же, на специалистов и всех тех, кто интересуется историей России, русского зарубежья. Исследования в этой области необычайно популярны в Европе, кстати. И обращаю ваше внимание, что библиотеки Германии и Прибалтики на эту книгу уже сделали предзаказ. И мы ожидаем поступления ее из типографии, тиража этой книги, чтобы отправить бумажные экземпляры нашим зарубежным коллегам. Причем, если эта область вас интересует, обратите внимание на авторов этой книги. Вот по теме русского зарубежья, архивных материков русского зарубежья, эти авторы проработали эту тему досконально. Есть несколько изданий нашего издательства, которые уже выпустили эти книги предыдущими годами. Так что обратите внимание, книга эта стоит того. Следующая потрясающая исследовательская работа от выдающегося ученого. «Жизненный потенциал послевоенных поколений в России. Историко-демографический аспект. 1946-1960-е годы». В этой книге показан удивительный феномен в истории человечества, как народ, отягощенный войной и ее последствиями, голоданием, трудностями восстановительного периода, «Нашел в себе силы выжить, восстановить страну и дать жизнеспособное потомство, невзирая на все негативное влияние факторов фоксогенного порядка». Издание это адресовано научным работникам, преподавателям вузов, аспирантов и студентам, изучающим отечественную историю. По опыту могу сказать, что вот такими книгами интересуется и широкий круг населения, которого трогает вот этот период 40-х, 50-х годов прошлого века. Следующие книги в рамках пополнения Золотого фонда научной классики это два выпуска книг русского историка Владимира Ивановича Гирье. Первая русская государственная дума и вторая русская государственная дума. Историк анализирует итоги работы первой государственной думы, это относительно первой книги, и рассказывает о политических воззрениях и тактике ее членов. Немаловажно отметить, что автор сам был непосредственным организатором выборов в первую, вторую и третью государственной думы. Во второй книге, которая называется «Вторая русская государственная дума», анализирует работу второй думы, и этот труд посвящен памяти известных русских историков Горановского и Соловьева, университетских учителей Гирье. Из этой же серии обратите внимание на альбом «Государственная дума первого призыва». Этот альбом, изданный в 1906 году, вошли краткие биографические сведения и характеристики членов «Государственная дума первого призыва». Издание дополнено портретами депутатов. Стоит отметить, что все три книги, о которых я только что рассказала, вошли в тематическую издательскую коллекцию о парламентаризме. Полный перечень книг, которые в нее входят, можно посмотреть на сайте издательства directmedia.ru. Конечно же, я рассказала только о тех, которые мы выпустили в апреле, но мы пополняем эту коллекцию постоянно, потому что спрос на нее достаточно высокий. Книги можно читать в электронном виде и в бумаге. Следующая книга вышла в рамках серии «Мемуары замечательных людей. Погони за провокаторами». Эта книга представляет особый интерес, так как рассказывает о мире провокаторов, врагов рабочего дела, хорошо известных ее автору, историку революционного движения Владимиру Львовичу Бурцеву. Также хотелось бы представить вам книгу, которая вошла в другую область, фонда золотой научной классики. Мы пополнили этот фонд воспоминаниями историка русской церкви Голубинского, чьи труды были высоко оценены современниками. Они переносят нас почти на 200 лет назад. И помимо автобиографических сведений, рассказывают о системе богословского образования в России. Кроме того, автор дает интереснейшие сведения о церковных деятелях. Еще одной книгой пополнился фонд научной классики. Это историческое исследование Сергея Михайловича Соловьева об отношениях Новгорода к московским великим князьям. Это исследование было защищено в 1845 году как магистрская диссертация. Работа сразу же принесла автору известность в научных кругах за счет оригинальных и самостоятельных воззрений на ход русской исторической жизни. Не буду дальше спойлерить, почитайте. Следующая книга, которая вошла в серию мемуары замечательных людей, это книга известного писателя-публициста Власа Дорошевича «Старая театральная Москва». Эта книга рассказывает о знаменитых русских артистах и их наиболее ярких и запоминающихся ролях. Среди них имена Шалятина, Рощина-Имстарова, Ермолова и многих других, чьи имена навсегда остались в истории русского театра. Еще одну интереснейшую книгу, далекая и близкая, старая и новая, входящую в издательскую коллекцию коллаборационистов между Сцилой и Харибдой, представляю вам на страницах этой книги «Более чем полувековая история нашей многострадальной Родины». Ее автор – донской казак Евгений Иванович Балабин, участник Первой мировой и гражданской войны. В годы Отечественной войны поддерживал с помощью казачества германскую армию. Книга весьма неоднозначная, особенно накануне юбилея Победы. И раз уж мы о нем заговорили, представляю вам книгу из коллекции, посвященной этому знаменательному событию «70-летие Победы в Великой Отечественной войне». Книга публицистическая иностранная пресса о Красной армии в 1941-1945 годах. В рамках подготовки празднования «70-летие Великой Победы» наше издательство выпустило книгу, в которую включены практически все опубликованные в советской центральной прессе за период Великой Отечественной войны материалы из иностранных средств массовой информации о боевых действиях советских вооруженных сил, о советских людях и о СССР в целом. Материалы эти позволяют проследить, как менялось отношение в странах мира к Советскому Союзу и Красной армии. О книгах «Апреля все» хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы состоялся вебинар, посвященный «70-летию Победы». Мы постараемся его организовать. Я вас всех приглашаю, будет очень интересно. Следите за нашими анонсами. И, кстати, об анонсах я еще немного вашего времени займу и расскажу о книгах, которые мы выпустим в мае. Они все, конечно же, тоже очень разные. Я не включала в этот список книг коллекции, золотой научной классики, только учебные и научно-популярные книги. Например, мы планируем выпустить книгу «Торгово-развлекательные центры архитектуры и дизайн будущего». Проектирование ТРЦ, нам эта аббревиатура близка, одна из форм проявления нового этапа развития современной архитектуры, интегрирующей в проектных технологиях архитектурного и дизайнерского творчества индивидуальные и комплексные запросы современного человека к среде его обитания. Предложенные в этом учебном пособии принципы и методы проектирования можно будет использовать при разработке методики проектирования средовых пространств в реальной практике, а также в учебном процессе по архитектурно-дизайнерским специальностям. Следующая книга очень актуальна. «Цифровая образовательная среда». Это важное условие подготовки квалифицированных кадров. Это монография, которая готовится к выпуску. В ней рассмотрены понятия сущной структуры и функции цифровой образовательной среды, которая может способствовать формированию у молодых специалистов не только профессиональных и общекультурных компетенций, но и компетенции использования цифровых образовательных технологий. Монография будет предназначена для учащихся, студентов, магистрантов, аспирантов, преподавательского состава и даже предприятий. Следующая книга, планируемая к выпуску, это введение методологии театрального любительского творчества. Паттерные самоорганизаторы. В данном учебнике осуществляется комплексный подход к исследованию и изучению театрального любительства как уникального феномена духовной культуры. Сверхзадача этого учебника – помочь бакалаврам-магистранторам выработать навыки и умения научно-исследовательской работы по организации и содержанию процесса изучения театрального любительства. Рекомендован он по направлениям подготовки образования и педагогической науки и народная художественная культура. Еще одна книга – монография, рабочее название «Встречное течение. Русская и английская в литературном взаимодействии». Монография эта посвящена вопросам восприятия России и русской культуры в английской литературе, а также аспектам воздействия английской культуры на русскую литературу. Книга эта состоит из двух частей. Первая часть включает английские писатели в диалоге с Россией. Это статьи разных лет об образах России и русских произведениях английских писателей 20-го и начала 21-го веков. Часть вторая – это русские писатели в диалоге с западноевропейской культурой. Она освещает вопросы рецепции творчества Байрона в контексте западноевропейского пакистанистизма, романтизма и митшианства. Книга эта адресована всем, кто интересуется вопросами истории русской литературы и англо-русскими взаимосвязями. Следующая книга – библейский текст в русской литературе конца 19-го, первой половины 20-го века. Это учебное пособие посвящено анализу творческой рецепции библейского текста в русской литературе конца 19-го, первой половины 20-го века. Является частью учебной дисциплины «Неомифологизм в русской литературе 20-го века». Пособие это предназначено для студентов-магистрантов и аспирантов гуманитарных направлений подготовки и всем тем, кто интересуется русской литературой и культурой. Еще одна интересная книга – это будет учебное пособие «Иван Грозный и его время». Оно адресовано студентам гуманитарных факультетов вузов, а также учителям истории, работающими в рамках системы дополнительного образования. Его задача и предназначение – помочь читателю не только сориентироваться на наиболее сложных проблемах эпохи Ивана Грозного, но и способствовать развитию у студентов и учащихся старшей школы интереса к отечественной истории и наиболее значимым ее персонам и событиям, в частности эпохи Ивана Грозного. Книга эта будет предназначена учителям, старшим школьникам, студентам вузов и тем, кто интересуется вышеуказанной эпохой. Еще одно пособие – средневековый Иран «История, религия и культура». В этом учебном пособии излагается «История Ирана» в период с 3 по 18 века, в эпоху кардинальных сдвигов в общественных отношениях, религиозной ситуации и культурном развитии страны, связанных с внешними завоеваниями и процессами исленизации всех сторон жизни населения. Адресуется эта книга студентам специальности «Востоковедение, африканистика и истории», изучающих историю и культуру стран Востока. Также скоро выйдут два пособия нашего автора Пикова Геннадия Геннадьевича. Это «Библия в истории европейской культуры». В этом пособии рассматриваются некоторые важные и сложные конкретно исторические и методологические проблемы, либо слабо затрагиваемые в исследовательской литературе, либо до сих пор нерешенные однозначно. О роли библейских идей и рецептов в истории классической европейской цивилизации, в частности. Вторая его книга – это «Очерки в цивилизационной истории Европы». Тоже учебное пособие, и хотя по этой тематике уже существует достаточно обширная научная литература в нашей стране и за рубежом, в учебном плане она получила лишь частичное отражение. К тому же многие научные издания труднодоступны для студентов. Все это вызвало необходимость издания данного учебного пособия. В этой книге берутся лишь некоторые сюжеты, иллюстрирующие специфику развития европейской цивилизации. Но эти сюжеты, собранные вместе, они дают возможность увидеть некоторые грани той пирамиды с бесконечным количеством плоскостей, которые именуются европейской цивилизацией. Также выйдут несколько новых книг нашего постоянного автора, Абраухова и Валентины Владимировны. Это книги по педагогике. Воспитательная досуговая деятельность, дошкольная педагогика, педагогика в системе дополнительного образования детей и взрослых, педагогика дошкольного образования в условиях реализации в год. В этих пособиях изложены основы внешкольной работы, описаны различные формы организации внешкольной деятельности и предлагается большое количество дополнительного материала по каждой теме. Содержание составлено с использованием учебников и научных источников по теме учебной дисциплины, включая авторские лекции, методические рекомендации по выполнению самостоятельного задания и матрицы контрольной работы. Пожалуй, это все новинки издательства за апрель. Я уже говорила о том, что мы их выкладываем по мере создания, по мере издания на сайте нашего издательства, на directmedia.ru, а также в социальных сетях. Это Инстаграм, Фейтбук и ВКонтакте. ВКонтакте я приглашаю вас на следующий наш вебинар. Он состоится в конце мая. И это все, что мне хотелось сегодня рассказать. Я очень надеюсь на следующую нашу встречу. Берегите себя. Благодарю вас за внимание. И если есть какие-то вопросы, вы всегда можете нам их задать, написать, позвонить. Мы будем только рады. До встречи в конце мая. Смойте руки и берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...